Здравствуйте все, кто любит или только начал любить рисование. Меня зовут Елена. На моем канале вместе со мной можно учиться рисовать скетчи карандашом, линером и акварельными красками. В прошлом видеоролике я показала вам, как рисую эскиз сюжета с уличным фонарем и кошкой, простым карандашом и линером. Сегодня покрашу рисунок акварельными красками, чтобы увидеть этот уютный сюжет в свете. Для этого я беру акварельные краски в кюветах, простую школьную акварельную бумагу, пластмассовую палитру, пиличьи кисточки тройку и пятерку, бумажные салфетки и емкость чистой водой. Перед покраской любого цветного рисунка очень полезно сделать себе вспомогательную раскладку по цветам. Тогда совпадение результата и вашего изначального замысла будет более точным. И меньше времени уйдет на раздумья, каким цветом что красить, потому что вы уже продумали цвета. Сначала смачиваю чистой водой фонарь и кошку, чтобы свет от горящей свечи распределялся внутри фонаря и по кошке плавно. Избыток влаги можно промокнуть салфеткой для ускорения процесса. Середину свечения оставляю белой. Желтым кадмием крашу ореол вокруг белого центра. Образующиеся затеки краски убираю отжатой кисточкой. Дальше от центра крашу более насыщенным желтым кадмием с примесью оранжевой краски. Остальное пространство внутри фонаря крашу ярким оранжевым цветом. Резкие края разных цветов сразу размываю чистой влажной кисточкой. Можно смело красить пространство внутри фонаря ярко, потому что по мере высыхания бумаги акварельные краски светлеют. С левой стороны на кошку падает цвет от фонаря, поэтому этим же оранжевым тоном подкрашиваю ее лапки и часть груди. Перед покраской двери слева от фонаря сначала смочу ее чистой водой. В некоторых случаях удобно использовать плоскую широкую кисточку. Лишнюю влагу можно забрать сухой салфеткой. Для покраски деревянной двери развожу пластмассовые палитры в жженую умбру с оранжевым пигментом. Это поможет передать ощущение деревянной фактуры, на которую падает желто-оранжевый цвет от фонаря. Угол двери и доски сначала крашу плоской кисточкой. Размываю резкую границу. Затем беру обычную круглую кисточку номер 5 и забираю ей затекшую в разворот краску. Проверяю пальцем влажность бумаги на фонаре. Нужно, чтобы она высохла не до конца и была полувлажной. Я хочу передать разными цветами ощущение внутреннего подсвеченного пространства фонаря. Сделаю это разбавленной сепией. Крашу ей темные места внутри фонаря, так как вижу на референсе. Резкие границы сразу размываю чистой влажной кисточкой. Где-то подмешиваю оранжевый пигмент. Отжатой кисточкой забираю лишнюю краску. Для покраски более темных мест добавляю смесь больше сепи. Таким образом я могу показать заднюю раму фонаря, которую мы видим сквозь стекло. В самой верхней части фонаря света от свечи меньше, поэтому там я крашу пространство очень насыщенным тоном сепи. Освещенные перемычки на дальней стенке фонаря просто протираю чистой отжатой кисточкой. То же самое проделываю с соседним окошком фонаря. Теперь могу дорисовать фактуры досок на деревянной двери. Беру плоскую кисточку, крашу насыщенной сепией самый темный угол. А затем этой же отжатой в салфетке кисточкой провожу по доскам. Ребром кисти густой сепией прорисовываю самые темные места между досками. Меняю кисточку на круглую пятерку и докрашиваю косяк двери. Резкие границы лучше сразу размыть. Для покраски кошки беру кисточку номер 3 с тонким кончиком. Кошечка подсвечена снизу и слева. Поэтому я начинаю ее украсить сверху темной сепией, оставляя светлые места, как вижу на своей фотографии. Предварительно я покрыла кошку и правую стену за фонарем охрой. Пока тело кошки влажное, я стараюсь быстро нарисовать сепией полоски на ее шерсти. Краска сразу расплывается. И это хорошо, потому что это передает ощущение мягкой шерстки кошки. Все резкие границы сразу размываю чистой влажной кисточкой, чтобы цвета переходили друг в друга плавно. Крашу кошку и чувствую, как она согревается от тепла фонаря. Меня это радует. Подмешав к сепи ультрамарин, получаю черный тон. И крашу им самые затененные места на шерсти кошки. Нижнюю часть тела, хвост, шерсть под мордочкой, около ушей. Оранжевым цветом еще раз подчеркну самые освещенные теплым светом фонаря места на лапках и груди кошки. Еще раз делаю замес для черного цвета. И крашу им самый темный угол над фонарем. Этим же разбавленным тоном покажу тени на стене и какую-то ее фактуру. На нижнюю часть стены попадает теплый оранжевый свет фонаря, поэтому подкрашу ее оранжевым тоном. Сейчас охрой крашу ступени лестницы, на которой стоит фонарь. Сразу же, пока бумага влажная, чистой, хорошо отжатой кисточкой, убираю краску со световой дорожки. Для покраски металлической двери справа мне нужен холодный фиолетовый тон. Его я получаю, смешивая бордовую краску с ультрамарином, добиваюсь нужного оттенка и крашу им эту дверь. Самые освещенные места протираю отжатой кисточкой. Подмешиваю к фиолетовой смеси сепью и еще раз крашу самые темные места двери. Чтобы провести линию по краю двери ровно, я поворачиваю бумагу для удобства рисования. Резкие границы сразу размываем. Мне хочется еще сильнее затемнить стену над фонарем, чтобы подчеркнуть его яркий свет, исходящий изнутри, делу это разбавленной сепией. На ступени крыльца я успела нанести легкую тень, разбавленную фиолетовым тоном, но пропустила запись этого фрагмента. Перехожу к покраске самого корпуса фонаря, сделанного из дерева. Самые освещенные места со стороны улицы крашу охрой. Затем добавляю в нее сженую умбру и покрываю этой смесью более темные места на корпусе фонаря. Для покраски самых теневых мест добавляю смесь больше сепи. Чтобы грани фонаря получились ровными, я поворачиваю бумагу и аккуратно самым кончиком кисточки провожу линии. Я не настаиваю на этом приеме. В рисовании каждый художник может поступить так, как ему удобно. Резкие границы сразу размываю промытой влажной кисточкой. Кисточка номер 3 очень хорошо подходит для выполнения таких деликатных работ. Я закрасила то место, которое в прошлом ролике вылечила от неправильного направления линий, помните? Подкраска и исправление незаметно. На этом этапе покраски рисунка желательно постараться быть аккуратным, чтобы иллюзия освещенных пламенем свечи перемычек фонаря была близкой к реальности. Самые затененные места на корпусе деревянного фонаря крашу очень насыщенной сепией. Сейчас вижу, что нужно больше затемнить правую сторону фонаря и правый верхний угол. Теперь максимально насыщенным тоном сепии крашу перемычки на раме фонаря на левой стороне. Этим же темным тоном показываю тени под держателем и ручкой фонаря. Сейчас хочу слегка выделить корпус самой восковой свечи, стоящей внутри фонаря. Подмешиваю к разбавленной сепии ультрамарин и полученным серым тоном рисую ее нижнюю часть. Резкие границы разных цветов сразу размываю. После подсыхания бумаги вижу, что нужно усилить тень на ступеньке крыльца. Еще раз смачиваю область чистой водой и промакиваю сухой салфеткой. Смешивая бордовую краску с ультрамарином, добиваюсь нужного холодного фиолетового оттенка и рисую тени. Резкие границы сразу же размываю чистой влажной кисточкой. Потому что, как видно на референсе, тени уходят в пространство плавно. Насыщенным холодным фиолетовым тоном усилю тень за фонарем на стене. Мне захотелось покрасить носик кошки в розовый цвет, разбавленный алой краской. Хотя на фотографии этого не заметно. Желтым кадмием крашу световую дорожку от свечи. Теперь коричневым линером еще раз подчеркну границы деревянных досок на левой двери. Чтобы длинные линии вышли ровнее, я бумагу поворачиваю. Мне так удобно их проводить. Белой гелевой ручкой я нарисовала кошки вибрисы и блики на ее шерстке от уличного света. Коричневым линером подрисую кошке глаза и полоски на ее мордочке. Теперь можно стереть ластиком клячка все остатки карандашных линий, смахнуть мусор сухой кисточкой и подписать готовый рисунок. Даю ему название, ставлю дату и свою авторскую подпись. Если вам это видео понравилось и было познавательным, пожалуйста, поставьте ему лайк и перешлите знакомым. Это поддержит мои усилия, потому что я все для вас делаю сама. Благодарю за просмотры и подписку на мой канал. На сегодня все. С вами была Елена. Пока!